На живом концерте Жанны Хасановны я была один раз в жизни, это было потрясающе, потому что, собственно, все детство это была, конечно, группа «Браво» с солисткой Жанной Гузаровой. Я потом очень расстраивалась, когда вдруг солисты поменялись, и, ну, правда, Валерий Сюткин и Роберт Ленц, они тоже хорошие артисты, но Хасановна была просто на буван. Но фишка-то в том, что таких, как она, не делают, и, скорее всего, она говорит правду, когда она говорит, что она с Марса, потому что это какой-то неземной талант, неземная харизма, и человек, который, нет, она адекватна и умеет тоже быть, она очень легко выходит из этого образа, что типа, ой, она работает на сцене, на земной, как лучший образец земного артиста. И я очень сожалею, что был вот этот вот период в ее жизни, когда ее долго не было с нами, хотя, с другой стороны, может быть, ей, как артистке, он очень многое дал. Но я вам скажу так, концерт длился, заявлено было, что он длится час, но люди не отпускали ее со сцены, несмотря на то, что там всем, наверное, нужно было делать какие-то свои дела. Это самая большая награда для артиста, когда тебя хотят снова и снова, просят спеть песни, а у тебя большой репертуар, и ты в состоянии всех удивить. Короче, это моя любовь, это мое детство, это моя юность, я, собственно, как раз сейчас юна, и очень рассчитываю на то, что Жанна Хасановна будет всегда. А вы ее приглашали к себе? К сожалению, она не выпускает новых песен. Мы приглашаем на программу «Красная звезда» только артистов, которые выпускают песни вот сейчас. И самая крайняя точка – это два года, то есть как только песня исполняется два года, она автоматически выбывает из хит-парада. То есть мы – хит-парад актуальной музыки, поэтому как только Жанна Хасановна, дай бог, запишет новый хит.